Дельта Информ 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 Они могут чувствовать мир по-другому, а следовательно, качественно по-другому могут решать проблемы, которые у них будут в жизни, на работе, может быть, в семье, там еще где-то. Андрей, итак, мы вплотную приблизились к месту действия. Скажи, а почему занятие проходит в такой странной форме и вообще, что происходит во время этого взаимодействия? В данном случае мы наблюдаем режимы, которые у нас называются информационный след, то есть когда эксперт ходит по траектории, оставленной оператором. А второй режим – это близнецовый режим, зеркальный режим, можно по-другому сказать, когда эксперт уже работает не по оставленной информации, то есть не по следу, а сразу один в один, что называется. Цель я уже говорил какая-то, чтобы люди, извините за выражение, на своей шкуре убедились, что действительно те вещи, о которых все еще спорят, типа телепатии, есть они или нет. Значит, в течение 10 дней мы даем им теорию по очень широкому кругу вопросов, гораздо больше, чем, может быть, им сейчас надо, так они, по крайней мере, некоторые считают. Вот. И даем возможность на себе испытать, что то, что дается в теории, это все правильно, что оно применимо в жизни, что оно расширяет их возможности. Мы им рассказываем, как тренировать способности, как их развивать после семинара. То есть семинар, он не готовит экстрасенсов. За две недели там, или за неделю, упаси Бог, мы так никогда не говорили и не считаем так. И те, кто нас обвиняют в этом, они абсолютно не правы. Мы никогда такого не заявляли. Мы даем направление, может быть, толчок, можно так сказать. Направление в развитии. То есть люди после семинара должны представлять, как развивать себя, как себя совершенствовать. А здесь они пробуют. То есть это своеобразная лакмусовая бумажка, вот то, что здесь происходит. Она показывает ребятам, даже если у него что-то не получается сейчас, вот есть люди, которым они доверяют. Их, скажем так, соседи, школьники вместе учатся там и так далее. Не получается у меня, но получается у Маши, там у Пети, которым я доверяю, которых я хорошо знаю. Значит, это действительно есть. А раз получается у Пети и у Маши, чем я хуже их, значит и я могу. И таким образом люди, пробуя, но ошибаясь иногда, они двигаются вперед, они развиваются. Ну а необычность, скажем так, занятий. Я уже в самое первое наше знакомство говорил, что здесь используются синергетические подходы. Внешне выглядит все действительно странно. Мы много поем, танцуем, рисуем, дурачимся. Так это со стороны... Это необходимый элемент? Все может быть по-разному. То есть начинка, скажем так, каждого семинара абсолютно разная получается. А это зависит от того, какие люди приехали на семинар. Какой у них уровень подготовки и теоретической. То есть где они до этого учились, что они знают вообще. Что они уже умеют, что они, как говорится, как они чувствуют. То есть событийная траектория, она каждый раз разная. А принципы, по которым мы подбираем события, они одни и те же. Много философских вопросов. То есть не только, скажем так, наука. Хотя науку мы пытаемся, какие-то научные теории, скажем так, передавать нормальным, житейским языком. То есть языком, который понятен большинству из здесь присутствующих. Итак, как я понял, здесь стремятся к самосовершенствованию. Скажи более конкретно, а что здесь изучают, чтобы достичь этого? Ну вот я сказал, что принципы, скажем так, остаются неизменными. Это синергетический подход к обучению, к трансляции знаний, умений, навыков. Если перечислить просто категории, которыми здесь оперируют, ну они достаточно такие, ну скажем так, сложные, интересные. Очень много ученых до сих пор не может разобраться в том, что же это такое. Что такое пространство, время, материя, энергия. Это фундаментальные категории. Мы ими оперируем. У нас есть свой взгляд на это, свой подход. Свои модели. И модели рабочие, которые дают результат. Мы много говорим о религии, о религиях точнее. Философские вопросы рассматриваем. Что же такое хорошо, что такое плохо, если так шуточно говорить. Или есть ли критерии, по которым можно отличать одни поступки от других. Это вещь просто необходимая, обязательно. Потому что то, чем занимаются эти люди, на самом деле это далеко не безобидно. В каком смысле не безобидно? Если какой-то человек не будет понимать, как же его поступки оценивают другие, как они отражаются на других, то это может быть очень нехорошо. Ну так же, как ножик, понимаете. Ножик сам по себе, он... Это вещь нехорошая, не плохая. Ей можно резать маслом, может зарезать человека. Так и те процессы, которые в природе происходят, они сами по себе, они не хорошие, не плохие. Просто человек, который знает их, действительно может использовать по-разному. Поэтому мы много очень времени уделяем вопросам, ну скажем так, морально-этическим. Критериям, по которым можно наконец-то начать оценивать и свои поступки, и поступки других. Одно дело, когда ты делаешь, ну скажем так, совершаешь поступки, которые приносят неприятные ощущения другим людям, и ты не знаешь этого, не понимаешь этого. Другое дело, когда ты делаешь осознанно уже что-то. В этом случае, ну расплата, что называется, будет намного сильнее. А попытаться объяснить за те полчаса, которые у нас есть, что же такое синергетика, что такое автоволновые процессы, что же это за категории такие, которыми мы оперируем. Как происходят все эти сложные явления, про которые много учёных до сих пор спорит, есть они или нет их. Но за полчаса это просто невозможно сделать. Да, какая-то... Я могу попытаться это сделать. Ну давай попробуем. Это просто невозможно лезть вот в те теоретические глубины, которые мы здесь пытаемся в течение 10 дней до ребят доносить. И то с первого раза, то есть за один семинар взять практически невозможно. Понятно, что каждый забирает, ну как говорится, в меру своих возможностей отсюда. То есть один берёт больше, другой меньше. Но мы в любом случае даём настолько много, скажем так, это без зазнайства говорится, что за один раз подавляющее большинство всё не может взять, понять, освоить и так далее. Поэтому многие приезжают второй, третий, четвёртый, в десятый, в двадцатый раз и так далее. И мы только рады этому, в общем-то. Андрей, ну давай попробуем на конкретном примере, ну хотя бы понять, скажем, элементарный в этом деле. Давай вот подойдём к какой-нибудь паре, и ты прокомментируешь, чем они занимаются, вот как они взаимосвязаны, вообще что происходит. Итак, мнение руководителя семинара о том, что здесь происходит, мы уже услышали. Ну а теперь услышим мнение участников семинара. Девушки, извините, можно вас потревожить? Ну, для начала познакомимся. Меня зовут Юля Сержантова, я учусь в школе девятнадцатой. Меня зовут Таня Бондарчук, тоже в той же школе учусь девятнадцатой, в одиннадцатом классе. Объясните мне, чем вы сейчас занимались? Ну, она, я ей посылала свои эмоции, она повторяла все мои движения, закрытыми глазами, она меня чувствовала и повторяла всё, что я хочу. Ты говоришь, посылала эмоции, это каким образом? Просто я чувствовала то, что я делаю, она воспринимала это, повторяла всё, что я делаю. Ну хорошо, вот я это с трудом всё понимаю, но объясни мне, как всё это происходит? Вот как ты это понимаешь? Как я это могу объяснить? Я ей посылаю свои эмоции, она повторяет мои движения, вот что я могу объяснить, больше ничего не могу сказать. Ну, это речь идёт о телепатии, я так понял, да? Если можно так назвать, то, может, это и телепатия. Телепатия. Да, она телепает меня. Телепает? Да. А кроме вот этого, чем вы ещё занимаетесь? Ходим. Она ходит за мной, ходим по информационному следу. Информационный след — это что? Я иду, она идёт по моему следу, закрытыми глазами. И повторяет те движения, которые ты делаешь, да? Она может повторять, да. Ну, вот мне интересно, а вообще вам здесь нравится заниматься? Да, нравится. У Андрея Чистякова возникло такое желание сделать короткий комментарий к некоторым моментам, которые возникли в разговоре. Ну, я хотел бы просто обратить внимание на объективные трудности вот при объяснении этих, ну, скажем так, сложных явлений. Что это за сложности? Дело в том, что мы описываем мир все по-разному. То есть у каждого человека свой взгляд на мир. И здесь, собственно говоря, им пытаются тоже за 10 дней дать новые модели, которые описывают мир. А модели, она ведь позволяет что делать? Не просто описывать мир, а прогнозировать. Вот вы возьмёте закон Ньютона, какой-то другой закон и так далее, он позволяет идти в форму, позволяет предвидеть, что будет, если вот что-то происходит. То есть вот мы 10 дней даём модели. Но так как люди, ну, скажем так, первый раз с этим сталкиваются, они не могут за 10 дней освоить, ну, как сказать, доскональный этот язык, да? А своим старым языком они описывать эти вещи сложно, ещё не могут, не научились. Это тоже задача очень сложная. Поэтому, ну, ситуация, она парадоксальная. То есть людей выводят на понимание за 10 дней, а вот научиться транслировать с помощью слов, то есть выводить других людей на понимание того, что они уже сами поняли, это задача очень сложная. Грубо говоря, я им показываю велосипед тут, рассказываю, как на нём можно ездить, но ездить пока на моём велосипеде они не могут ещё. Они должны научиться это делать. То есть чтобы научиться рассказывать другим людям, что же это такое, телепатия, гипноз, материализация, транспортировка, нужно этому учиться будет, понимаете? А пока мы описываем мир, каждый по-своему. Но я считаю, это не повод для того, чтобы обижаться на других людей, из-за того, что они видят мир по-другому, не так, как я. А это с Ложьей рядом сейчас происходит и в религиях, и так далее, и так далее. Физики видят мир так, люди верующие по-другому, но один и тот же мир. Ситуация объясняется просто. Это мы в любой момент времени излучаем в окружающее пространство поля, на которых есть информация о том, что мы думаем, что мы чувствуем и так далее. Вот как сделать так, чтобы мы стали чувствовать это? То есть какие принципы использовать? Я вам уже говорил, контакт, симпатия, подобие. Вот в этих случаях и начинаешь чувствовать, что чувствует другой человек. И снова вернёмся к поговоркам. Помните? Бедный и богатого не понимает. Подобия нет. Поэтому и не понимают. Поэтому очень часто депутаты на съезде не понимают друг друга, не находят общего языка. Почему? У них не было общей событийной траектории, общих событий. Поэтому нет подобия. Подобия по поступкам, если его нет, не даёт подобия, ну скажем так, голове. Им сложно друг друга понимать.